Друзья, всем привет! Вы смотрите канал Фигурка. Меня зовут Костя Лесик. Я хожу, брожу по коридорам Ледового дворца Лужники, где сегодня снимают пятый выпуск проекта «Ледниковый период». Вот смотрите, я сейчас зайду аккуратненько на тренировочный каток. Вот здесь немножечко вам покажу через сетку. Большего показать вам не могу, потому что здесь Женя Медведева тренируется и опробует силы с новыми партнерами. Пока их просят не разглашать, я думаю, скоро все узнаете, если эти пробы будут успешными. Но, естественно, главная новость последних дней – это то, что вчера Даня Милохин объявил о том, что он, к сожалению, устал. Всем привет! Здравствуйте, мои дорогие любители, наблюдатели за шоу «Ледниковый период». Я должен признаться, что, к сожалению, я покинул данное шоу. Почему? Потому что я просто устал. Я не знаю, у меня не хватает сил, я не вижу смысла, для чего я это делаю, почему я это делаю. Я считаю, нужно делать с любовью. А если любви к делу нет, то делать его нет смысла. Вот так. Надеюсь, вы меня поймете. Всех люблю. Люблю Женю, люблю Авербух, люблю всех участников. Никого не хотел подводить, но не могу уступать своему сердцу. Вот так. Спасибо. Новость такая печальная для болельщиков Милохиных. Но как бы нужно жить дальше. И о том, как все произошло, подробности этого ухода и о том, что будет дальше, я поговорил с главным лицом «Ледникового периода», идейным вдохновителем, продюсером ледовых шоу, хореографом-постановщиком Ильей Авербухом. Он, кстати, надел кофту с очень интересной надписью. Вот с этого мы, собственно, и начали наше интервью. Но прежде чем мы начнем, по традиции, попрошу вас подписаться на наш канал, поставить лайки, включить уведомления. Ну вот все, что вы и так прекрасно знаете. Погнали! Илья, здравствуйте. Ну, в первую очередь хочу обратить внимание на вашу интересную надпись на когте. Можно ли сказать, что это послание Дани Милохину в какой-то мере? Ну, да нет. Ну, у меня от Дани остается очень доброе, светлое воспоминание. Я ему очень благодарен за те номера, которые были в том сезоне, как он включился в этом сезоне. И, в общем, я считаю, что Даня, и я уверен, что и море его поклонников, а я это видел в работе, очень талантливый человек. Человек, который очень тонко чувствующий, тонкой организации. У него гудаперчивый к новым эмоциям. Поэтому все, что было хорошее, оно всегда будет со мной. Оно все хорошее. Но при этом, конечно, поступок, который совершил Даня, я понимаю, что всегда можно найти оправдание всему. Для меня является, в общем, на уровне уже взрослой жизни абсолютно недопустимым. Я думаю, что, конечно, Дане еще надо вырасти, наверное, чтобы понять чувство ответственности. Хотя, наверное, ответственности, усталости, выгорания, эмоции. Да мы каждый день начинаем с того, что нам хочется уехать куда-нибудь, где нам тепло, хорошо, где нам не надо отвечать ни перед кем. Я уверен, что каждый человек начинает с этого. Но потом у нас есть ответственность. Ответственность за семью, за людей, с которыми мы вместе, за наших партнеров, за наших товарищей, за тех, с кем мы идем по жизни. И для меня это всегда было как отче нашим. Но вы на него зла не держите, что ли? Нет, я, конечно, в душе могу быть немного обижен. Ну, как зла держать? Даня – светлый человек. И, конечно, это проект для тех, кто дышит в нем, да? Мне очень обидно больше за Женю, потому что я знаю, как она расстроена. А Даня – ну что? Ну, точно я не буду. Наверное, просто это послание, что усталость будет всегда у каждого из нас. И бежать от усталости невозможно, потому что можно устать и отдыхать. Это тоже не сматывает. А были какие-то предпосылки? Может быть, он говорил, там, я устал, я не могу, я вот сейчас уеду. Или как-то это как гром среди ясного неба, все, случилось. Когда мы говорили с Даней о его участии в проекте, и у Дани недавно произошла такая похожая ситуация, когда он покинул один из проектов, до нас. И я говорил с Даней о том, что, конечно, понимаю, что это сложно входить в два раза в одну и ту же реку, и ты такой, там, эмоциональный, и чувствуешь себя, ну, и когда тебе, говорится, прет, то прет. Мы это все проговаривали, и мы, в общем, договорились, что если Данин будет переживать эту историю внутреннюю, то мы обязательно будем об этом говорить, мы будем искать выходы, будем искать поиск новых мотиваций, и, в общем, мы вошли в проект, вошли в проект достаточно давно, весь сентябрь мы вели большую подготовительную работу, практически весь октябрь, прошли съемки, и нам, в принципе, до конца, вот, пула, съемочного пула остается, осталось всего там 20 дней, и уже записано большое количество передач, с Даней, в частности, уже 4, и вот так, посередине дороги, без объявления, я когда поговорил с Даней потом, и спросил Даню, как могло такое произойти, он сказал, я просто не хотел с тобой говорить, как бы мы договаривались, потому что я боялся, что ты, ну, не боялся, я был уверен, что ты сможешь меня, как бы, уговорить, а я для себя принял решение, и вот это решение было таким. Вот, в общем, все как есть, в общем, мне импонирует, что Даня не стал придумывать каких-то надуманных причин, а назвал то, как есть, он сказал, я устал, у меня больше не, у меня нет той энергии и всего остального, мы все слышали Дани на объяснении, он то же самое слово в слово сказал мне по телефону. И я также, как бы, сейчас заочно и то же самое передаю все, как было у нас, и в наших, в общем-то, договоренностей. Мы провели вечернюю замечательную тренировку, у нас было подготовлено два новых номера для съемочного дня, съемки должны были быть через несколько дней, как раз надо было еще и накатать. Мы ушли в очень хорошее настроение, Даня перевоплощался очень актерски в нового героя, и получается, что сразу после тренировки он сел и уехал в аэропорт. То есть он, получается, знал, что в своем решении, но на тренировке мы это никак не почувствовали. Вот, наверное, вот этот самый для меня болезненный и непонимающий вопрос, как можно в таком абсолютно подключении работать, то есть он не пришел там поговорить или там конючил или что-то, он был абсолютно заряжен на всю тренировку. Мы ушли, скакали, придумывали, ребята делали какие-то элементы, потом мы расстались, и потом мы узнаем, что он прямой дорогой уехал в аэропорт. Больше мне не понимают. Вот, наверное, вот этот момент, который у меня не укладывается. То есть если ты уже решил для себя что-то, ну, хотя бы из уважения, ну, поставь нас в известность, там, не знаю, смс-кой, что-то просто вот так. Вот, наверное, вот это, то, что я это говорю больше заочно для самого Дани, потому что ему дальше жить, строить и создавать свои другие вещи просто. И кто будет дальше сотрудничать с человеком, который может по собственному желанию дальше изменить свой план. Но опять же, не суди да не судим будешь, я никого не сужу. И еще раз говорю, то, что было у нас в здании в плане номеров, в плане работы, в плане драйва, в плане того, что каждое утро, мы когда встречались на тренировке, он говорил, бро, босс, и вот такая наша все. Ну, все остается у меня с очень добрыми воспитаниями. Партнера нового, я так понимаю, не просто искать, ну, по крайней мере, вчера комментарий читал. Как-то вот в этом направлении работа продвигается? Да, мы стараемся. Мы сейчас пытаемся найти сложное состояние у Жени, потому что она тоже очень переживает. Конечно, нам сложно найти героя, который бы сейчас вот так за три дня вошел в соответствии по уровню катания. Даже уже мы развинули рамки, что не обязательно быть героем прошлых сезонов, может быть, кто-то, кто катается. Мы сейчас действительно хотим просто, чтобы как бы не получилось так, что в этой схватке Даня выбил Женю. Для меня принципиально, чтобы Женя осталась в проекте и каталась. Но если мы не найдем, то, конечно, Женя все равно будет с нами на нашей орбите. Будем искать. То есть, это что же, все-таки это шоу, и не надо об этом забывать. Сегодня девушки-ведущие разделились. Это будет теперь так до конца проекта? Почему так решили, как бы, разделить их? Ну, ушел Трама на турнир, и чтобы действительно не было толкотни, теперь будет несколько... Два эпизода ведет Алина, два эпизода ведет Аня. Везде ведут, они с Алексеем. И Будин, ну, чтобы нам никого не сталкивать и не толпиться перед камерой. А, ну просто, то есть, три человека получилось слишком много, да? Ну, технически это неоправданно. Когда были две команды, когда каждая брала интервью, это было логично. А сейчас, мне кажется, что это тоже такое же логичное решение. И последний вопрос. Гран-при прошел на этой неделе. Понимаю, что суперзагруженность с ледниковым периодом, но, может быть, как-то удалось посмотреть, что запомнилось в мегаспорте. Гран-при России стартовал. Запомнилась очень хорошая организация турнира. Организация была лучше, чем все, что творилось в плане катания. Никто не показывает своих максимумов. Поэтому мы всем не даем негде карбанцев. И все вот поднимаемся. Надеюсь, что к финалам в России в Москве уровень катания будет значительно лучше. А так, главное, что такие... Уровень турнира очень высокий в плане организации, в плане подачи. Спасибо большое болельщикам, заполняющим трибуны и поддерживающим этим всех выступающих. Ну, а спортсменам, конечно, прибавлять форму. Видели там, как бы, валерщики очень сильно обсуждают судейство, что вот Соня Акатьева, Камила Акатьева, кто должен быть выше. У вас какое-то мнение на этот счет сложилось? Ну, мне кажется, все абсолютно объективно. Соня бы проиграла коротко, она не прыгнула 3,5, она прыгнула больше четверных и по технике, за счет техники выиграла произвольную программу Камила, но в сумме этого не хватило, чтобы выиграть. В общем, что обсуждать? К сожалению, тут другое обсуждение, что объективно, если мы рассматриваем международные правила, Софья Акатьева это такая великая неудача, обидность огромная, что всего 7 дней решает. историю, но Софья Акатьева по международным правилам не может поднимать частью возрастных ни в этом, ни в прошлом, ни в следующем, ни через сезон. И поэтому наши оценки Софьи, они как бы заочно на всем получается вне конкурса. И про это не надо забывать, да, потому что как только наши девочки будут выступать на международных этапах гран-при, к сожалению, огромное, к сожалению, потому что Софья очень талантливая девушка. И дай Бог ей вот сохранить эту форму и к 17 годам, когда вот уже в олимпийский сезон, как раз когда она выйдет во взрослых, она каталась, как сейчас. А сейчас это она в своей категории соревнуется, и мы понимаем, а Камилу Валиеву надо сравнивать с девушками, которые могут выступать во взрослых сейчас. Просто очень интересно про Соню рассказали. Вот один хотелось момент уточнить с Камилой Валиевой. У меня программа, она произвольная, рассказывает личную историю. Как относитесь к таким вещам в фигурном катании, когда человек больше о себе рассказывает? Я слышусь очень положительно, потому что лед, мы не зря говорим, что лед это искусство, мы иногда просто при этом ухмыляемся, а второе-то прыжки. Нет, лед дает возможность разговора со зрителем, и если тебе эта ситуация волнует, и вообще ты об этом говоришь. У меня несколько за ледниковый период, огромное количество музыки, которая мне очень нравилась, и я ее делаю, а потом я думаю, зачем я ее делаю это, потому что я через год считаю, что эта музыка вообще, как она мне могла нравиться? Мы меняемся, у нас много всего разного происходит, но мы должны говорить здесь и сейчас, и я уверен, что это решение об этом номере принималось совместно, и говорим здесь и сейчас, и я считаю, что и художники, и Фамила говорить очень хорошо. Фамила Фамила